Думаю, что дизайн Toyota CHR, наверное, самый яркий со времен девяностых годов, когда мы видели знаменитую Supra или знаменитую Toyota Celica. С тех пор все автомобили Toyota были очень консервативными, функциональными, практичными, но о красоте, агрессии и яркости речь не шла. Все говорила только о практичности. Ну вот, Toyota представила CHR. Топливный партнер программы столичная сеть АЗС Кло. Очень многие сомневались в Украине, что машина пойдет, потому что стоимость соизмерима со стоимостью Toyota RAV4, а мало денег за много автомобиля – это любимейшая знаменитая формула, которая продает авто. Тем не менее, даже в не очень богатой Украине CHR покупают очень и очень хорошо и не в последнюю очередь из-за яркого классного дизайна. Думаю, что гибридные технологии, которые добавились к этому автомобилю, еще улучшат продажи. В общем, вы смотрите программу две лошадиные силы. Меня зовут Рауль и мы начинаем знакомиться с гибридной версией Toyota CHR. CHR, наверное, самый маленький кроссовер в линейке Toyota. При этом, если вы посмотрите на автомобиль сбоку, здесь стопроцентный купе подобный силуэт. Не в последнюю очередь из-за вот этих вот ручек задней двери. Выглядит спортивно, молодежно и очень оригинально. К тому же, не лишено элегантности. Так что же перед нами? Я думаю, что, конечно, перед нами больше кроссовера, чем спортивного купе, но при этом, когда мы говорим о клиренсе в шестнадцать сантиметров, мы точно понимаем, что ни о каких недорожных амбициях речь не идет. Как можно внешне отличить гибридный CHR от обычного? Все очень просто. Смотрите на шильдик, если видите голубую обводку, это точно гибрид. Если же вы смотрите на автомобиль сбоку или сзади, то вы обязательно увидите надпись хайбрид. Toyota об этом позаботилась. Багажник Toyota CHR открывается без каких-либо понтов, нету электропривода, нету кнопки открытия и закрытия по одной простой причине. Перед нами Toyota. Скоро на базе этого автомобиля обязательно сделают Lexus. Вот там вот эти все кнопки, я уверен, будут. Что касается объема багажника. Без запаски триста семьдесят семь литров и выглядит на удивление убедительно. С запаской все это уменьшится до двести девяносто семи. Конкретно этой версии я запаски не вижу, багажник глубокий, есть сабвуфер, спинки задней сидений раскладываются. При этом пол не становится ровным и это обидно. Не обидно, что сидения все-таки раскладываются и мы получаем дополнительный объем багажника. Дизайн интерьера гибридного CHR практически ничем не отличается от бензинового, но возможно вы не видели наши предыдущие тесты. Что мне нравится в этом автомобиле? Во-первых, при росте метр девяносто я здесь могу сидеть абсолютно спокойно. Из-за того, что инженеры позаботились о вот этой вот выштамповке над головой как водителя, так и пассажира. Здесь, кстати, не какая-то знаете сплошная ткань, а такое впечатление, что это прессованное нечто из каких-то переработанных материалов. Это хорошо, это говорит о том, что Toyota заботится об окружающей среде, а меня это абсолютно не раздражает. Пункт номер два в нашем сегодняшнем виртуальном путешествии это торпеда. Мне нравится, что часть приборов развернуты в сторону водителя. Этот угол незначителен, но я чувствую, как инженеры снова заботятся обо мне. Всю эту информацию мне читать легче. У нас большой цветной монитор, этот монитор с тачскрином, этот монитор восьмидюймовый. Здесь вы не увидите Android Auto либо Apple CarPlay, но тем не менее, вы можете подключить свой мобильный телефон при помощи там Bluetooth, например. Естественно, вы также можете получить навигационную систему, есть хорошая музыкальная система. Я уже говорил, что в багажнике у нас установлен сабвуфер и все вот эти динамики принадлежат компании GBL. Естественно, руль у нас мультифункциональный, он обтянут кожей, салон тоже кожаный. Вот эти вот вставки с перфорацией, конечно, намекают на вентиляцию сидений, но нет. Вентиляции сидений у нас нет. У нас есть подогрев сидений, у нас есть подогрев, естественно, заднего стекла, двухзонный климат-контроль. Пожалуйста, за ним наблюдать очень легко, регулировать тоже при помощи не виртуальных, а настоящих таких вот тумблеров. Как же понять, что ты находишься в гибридной Toyota CHR? Ну, во-первых, вы можете нажать кнопочку автомобиль и здесь выбрать монитор энергосбережения, обаукраинскую монитор энергоспоживания, где вы увидите, как собственно работает ваш автомобиль. Также вы можете посмотреть на щиток приборов и с левой стороны вместо тахометра у вас новый прибор, который вам показывает, вы сейчас используете свой автомобиль в режиме зарядки батареи, в эко езде или в силовой езде, когда работает и электромотор и двигатель внутреннего сгорания одновременно. Вот это уж стопроцентный намек. Ну, естественно, у нас есть кнопка EV Mode и точно также световым сигналом она дублируется на бортовом компьютере. Бортовой компьютер небольшой, готов за это критиковать Toyota и готов критиковать Toyota за то, что здесь нету графической панели. Пора бы уже, ребята, ее сюда доставить. Но опять же давайте вспомним, что перед нами Toyota, а будет еще Lexus и все те вкусняшки, я уверен, что обязательно там будут, а здесь нет. Подлокотник у нас есть, есть двенадцать вольт, если посмотреть внизу, у нас есть место для мобильного телефона, есть отделение для стакана и есть один разъем USB. Не густо, но он все-таки есть. Ручник у нас электрический, ну, еще бы. У нас гибридная машина. Почему бы не электроручник? Как можно оценить качество материалов? Знаете, здесь не очень много кожи, но при этом здесь вот эти все материалы выполнены либо с такой перфорацией, либо с таким дизайном, либо с таким соединением элементов декоров, что все выглядит дороже, чем есть на самом деле. И в этом дизайнерская сила, знаете, сделать дорогим салон при помощи ста килограммов сусального золота, десяти метров карельской березы и очень много шкур и каких-то дорогостоящих бизонов, но на это любой дурак способен, даже я, например. А вот пригласить дизайнеров и сказать, слушай, ну, у нас есть сто килограммов переработанного картона, немножко резины и совсем чуть-чуть автомобильной кожи сделай так, чтобы людям это казалось дорогим. Вот это, вернее, вот на это уже нужно учиться. Кстати, я уверен, вы только что услышали, как заработал двигатель внутреннего сгорания. Все остальное время питалось у нас от батареи и климат-контроль, и все электронные системы автомобиля. Продержался аккумулятор долго, но теперь пора его подзарядить. Мы же в это время пересядем на заднее сиденье, но еще одна минуточка, прежде чем это сделать, вот посмотрите на ручку переключения коробки передач. Это у нас и CVT, планетарная передача или планетарная коробка. Очень похоже на работу CVT, но я сейчас говорю об ручке. Ручка у нас, знаете, с такой алюминиевой накладкой. Я считаю, что это классическая ошибка французских дизайнеров, потому что они очень любят делать металлические ручки. Зимой холодно, летом жарко. Плюс бонусом у вас идут солнечные зайчики и блики. Поверьте, вы это оцените в самой полной мере. Сейчас переднее сиденье водительское настроено под меня. Место для коленей остается сантиметр. Хорошо, что спинки задних сидений у нас мягкие. Это еще дополнительно два, три, четыре сантиметра безопасного жизненного пространства. Подлокотника у нас нету, зато в картах дверей вы можете увидеть отличные подготовленные для вас подстаканники. Сами спинки сидений установлены чуть более вертикально, чем я бы хотел. Эти самые спинки, они не регулируются. Сиденья не отодвинуть, не придвинуть. Ну, по понятным причинам. У нас под сиденьями находятся собственно эти самые батареи. Никель гидридные используются в Toyota CHR собственно, как и в Toyota RAV4 и в Toyota Prius. Хотя говорят, что на некоторые рынки уже начали поставлять литий-ионные батареи. У каждой из этих батарей есть свои преимущества. Когда мы говорим о вот этих вот никель гидридных, это означает, что эта батарея вам выдается на все время эксплуатации автомобиля. В Европе также указывается, что гарантия на эти батареи дается что-то около одиннадцати лет. Очень надежные, давно проверенные и временем, и компанией Toyota. Кстати, уже к две тысячи двадцатому году, если я правильно помню, Toyota обещала, что чуть ли не семьдесят пять, а то и все девяносто процентов автомобилей этой марки получат гибридные силовые установки. Глядя на тот скандал, который продолжается вокруг немецких автомобилей, начинаешь понимать, что такое вот соединение ДВС-а, электромотора и батареи на сегодня выглядит, хотя и компромиссным, но гораздо более практичным, чем автомобиль на чистой электротяге. Кстати, обратите внимание на спинке сидений по дизайну, ковш ковшом, потом начинаешь поднимать подголовник и не совсем ковш. Оригинально сделано, ничего не скажешь. Что касается места для головы. Да, да, я упираюсь в потолок, но в общем-то, как и во многих других автомобилях, которые выглядят крупнее, чем Toyota C-HR. Если ваш рост будет составлять меньше метра девяносто, то никаких проблем у вас точно на задних сидениях не будет. А вот что касается дверного проема. Мне, конечно, очень нравится, что у нас такая маленькая бойница добавляет уюта. Другое дело, что мы открываем дверцу и понимаем, что проем у нас узковатый, а сама посадка глубокая. Помните об этом и никаких травм на производстве у вас не будет. Думаю, что после непрекращающегося скандала с дизель гейтом. Никто уже не будет спорить, что гибридные технологии, которые давно предлагают Toyota, выглядят и более честными и более оптимальными, если мы говорим об экономии топлива, если мы говорим о дополнительной мощности и, конечно же, о выбросах в атмосферу. Здесь у нас установлен мотор бензиновый, один и восемь, четырехцилиндровый. Также есть электрический мотор и батарея. Суммарная мощность двух моторов, сто двадцать две лошадиные силы и сто сорок два ньютона крутящего момента. Благодаря этому автомобиль разгоняется до сотни за одиннадцать секунд. Коробка у нас так называемая и CVT, по сути, практически планетарная передача, хотя подвывает она как настоящий вариатор. Впрочем, ну, кроме подвывания у меня к ней вопросов никаких нет. А на самой коробке, кроме режима драйв, паркинга, нейтральная передача и задняя также есть режим B. Как только я его нажимаю, автомобиль ощутимо начинает вытормаживаться сразу после сброса газа. Это говорит о том, что здесь гораздо активней проходит рекуперация тормозной энергии. И мы эффективней заряжаем батарею. Что же мы получаем от такой достаточно сложной системы, где задействован электромотор и двигатель внутреннего сгорания и батарея? Ну, выбросы в атмосферу, конечно, это для таких стран, как Украина, пустой звук. У нас страна выбитых катализаторов и в трехлетнем и в пятилетнем автомобиле мы можем увидеть, что нету сажевого фильтра и с евро пять машина скатилась до классического евро ноль. Не думаем мы пока об окружающей среде. Зато все думают об экономии топлива, потому что это реально и сразу бьет по карману. Так вот, расход топлива минимальный в Тойоте Си Айчер три шесть литра. Выглядит как чудо, но сегодня я выехал на прямую Бориспольскую трассу и ехал очень плавно со скоростью восемьдесят километров в час и те самые три шесть литра я все-таки получил. Получил даже три и пять. Хотя на самом деле в реальности в обычном режиме езды у вас будет пять литров на сто километров, а если будете ездить очень-очень быстро, очень-очень бестолково и очень агрессивно, то это будет не больше семи. Конечно, это отличный результат и я его не могу не приветствовать. Также мне очень нравится алгоритм работы этой самой гибридной системы. В пробках, в тянучках до скорости сорок километров в час вы можете двигаться исключительно на электротяге. Конечно, не более двух километров единовременно, либо же в пробке вы будете очень часто выходить в электрорежим. Таким образом вы ощутимо сэкономите. Ну и еще раз не будет никаких выбросов в атмосферу. Когда будете ехать на трассе, вы должны очень плавно нажимать на педаль газа и тогда до восьмидесяти и даже до ста километров в час периодически у вас будет включаться EV режим. Это очень важно, если вы планируете экономить топливо. Педаль газа нужно нажимать максимально плавно. Буквально представьте себе, что вы дуете себе на ногу и от этого дуновения нога по чуть-чуть нажимает на педаль газа. Если будете ездить как на обычном ДВС-е, не видать вам никакой экономии, потому что бензиновый мотор будет мгновенно подключаться. Ему просто будет казаться, что не хватает мощности автомобиля. Вот сейчас, кстати, мы попали в тянучку перед светофором. Сразу автомобиль показывает, что все работает от батареи, колеса приводится в движение от батареи, климат-контроль работает от батареи, никакого звука двигателя внутреннего сгорания, никаких выбросов в атмосферу, никакого расхода топлива. Стоишь и балдеешь в современном автомобиле. Как долго это может продолжаться? Ну вот наш батарея показывает, что мы могли бы еще постоять уверенно. Насколько энергоемкой является подвеска Toyota CHR? Более чем. Мы делали сравнительный тест обычной бензиновой версии против Mazda CX3 и Jeep Renegade и надо сказать, что Toyota CHR на асфальте выглядела максимально комфортной. На бездорожье, конечно, проигрывала джипу, но точно выигрывала у CX3. Так что эта подвеска для Украины готова. Вообще, Toyota CHR с такими моторами выглядит достаточно парадоксальным автомобилем, потому что покупая эту машину, мы совершаем эмоциональную покупку. Мы покупаем ее из-за яркого агрессивного дизайна. Если покупка эмоциональная, то вслед за внешностью мы хотим получить динамические характеристики, чтобы этот автомобиль впечатлял и меня, и остальных участников движения, а этого нет. Но, возможно, когда-нибудь Toyota задумается об этом, как сейчас она задумалась о возрождении Toyota Supra. Ведь не все покупатели Toyota хотят покупать этот автомобиль из-за того, что он всего лишь практичный, надежный, экономичный. Хочется чего-то большего. Я надеюсь, что рано или поздно Toyota CHR сделает для меня именно такое предложение. А если вы спросите меня, какая же из версий CHR выглядит более интересным, тут я готов согласиться. Гибридная интересней. Хотя, конечно же, хотелось получить гибрид с системой полного привода. Как я понимаю, в этой версии у нас всего лишь передней. Хотя, если говорить о Toyota RAV4, там бывает гибридная версия, полная приводная. И она мне на первых тестах за границей очень и очень понравилась. И всем своим друзьям я рекомендую именно Toyota RAV4 в гибридном исполнении с полным приводом. С Toyota CHR тоже самое, хотя и передний привод неплох.